Монголо-татар Именем называются То есть надо сказать, что В летописях Монголо-татары Нигде, собственно, Монголо-татарами И не называются, то есть там они Везде Именуются именно только татарами При этом, судя по всему Сами монголы, сами Все завоеватели, которые пришли Они себя Монголами только именовали Но никогда татарами Есть свидетельства Иностранного путешественника Который Как-то раз, начав разговаривать С монголом Поименовал его татарином Но монгол Возразил, что нет, что это совсем другое Что он не татарин То есть у них самоназвание было другое В общем-то Это не такая редкая Ситуация, когда Народ себя называет одним Именем, а другие называют его Совершенно другим То есть, например Никто, собственно Не называет Немцев так, как они себя называют То есть, никто там Дочь, фолькдойчих не называет Называют кто как То есть Мы называем немцами Там англичане называют Джоман, да То есть германцами Французы называют Алеман А сами они себя, тем не менее По-прежнему А именуют Фолькдойч Вот примерно такая же ситуация была И с монгол-татарами Откуда появилось Такое разночтение В имени этого народа По этому поводу Есть несколько версий И Наиболее распространенная версия Которую, скажем Вот я читал В школьном учебнике Заключается в том, что Татар это было Одно из наиболее сильных Монгольских племен И поэтому Вот на Руси Их стали называть Татарами Но сейчас предложена Другая версия Московский историк Егоров Эту версию развивает Смысл и в чем Что Все пошло В общем из Китая То есть Тут нужно вспомнить Про Китай И вот вдоль Северной границы Китая Кочевало племя Которое действительно Называлось Татарами Еще севернее Кочевали Монголы Причем Татарские ханы Они находились На службе У китайского императора И поэтому Лучше всего Были ему Китайцам знакомы Поскольку Китайцы Это представители Очень древней И поэтому Несколько Высокомерной Цивилизации Они Не делали Особой разницы Между племенами Северных варваров И всех Называли Тем именем Которое Было им Более всего Знакомо То есть Они и Татар Называли Татарами И Монголов Тоже И всех остальных Кочевников Тоже Именовали Татарами То есть В их Понятии Это было Что-то Вроде Варваров То есть Как Древние Греки И римляне Всех Именовали Варварами Там не делая Собой разницы Между германцами Славянами Кельтами Гунами Так вот Эти всех Называли Татарами Поскольку Татарские Ханы Несли Строжевую Службу У китайского Императора А монголы Хотели Нападать На Китай То Понятно Что между Татарами И монголами Была Вражда И Поэтому Когда Монголы Начали Свои Завоевательные Походы Первым Кому От них Досталось Это Как раз Были Татары И Чингисхан Приказал Вырезать Всех Татар Выше Тележного Колеса То есть Остались Только Женщины И маленькие Дети Получается Татары Растворились В монгольской Массе И И Исчезли Без Следа Дальше Монголы Стали Нападать На Китай И они Китай Сразу Скажу Захватили Но Даже Когда Они Захватили Китай Их По-прежнему Продолжали Китайцы Именовать Именно Татарами Ну что В общем Понятно Потому что Когда Немцы Напали На Советский Союз Мы Их Так Подолжали Называть Немцами То есть Ничего Это Не Изменило И Вот Видимо Русь Русь Узнала Это Название Именно По Цепочке Из Китайской Вот Этой Традиции Потому что Монголы Они Естественно Там Не Представлялись Когда Приходили Здравствуйте Мы Монголы И мы Сейчас Будем Вас Убивать То есть Начиналось Просто Сведение Боевых Действий Там Уж Было Не До Не До Представлений И Не До Этнографических Изысков Причем На Руси Вот Это Имя Оно Тем Более Хорошо Легло На Слух Что Оно Напоминало Знакомое Русским Монахам Греческое Слово Тартар То есть Тартар Ад Угрел Как вы Знаете И Это Очень Хорошо Видно В Летописи То есть Летописец Оставил Такую Заметку Он Сказ Что Пришел Народ Неведомый Незнаемый И Как Неизвестно Называется Но Некоторые Называют Его Татары А Некоторые Тартары То есть Что Он Узнал То Он И Изложил Ну и Действительно Татары Представлялись На Руси Народом Буквально Вышедшим Из Ада Потому что Еще до Прихода Монголы Было На Руси Популярно Произведение Которое Называлось Пророчество Мефодия Потарского И В этом Пророчестве Еще в Ряде Произведений Рассказывалась Такая Довольно Жуткая История История Была О том Что Александр Македонский В древние Времена Он Заковал В горах Какой-то Жуткий Народ И Вот Со Времен Александра Македонского Этот народ Потихонечку Потихонечку Из Этой Подземной Темницы Выскребается И Понимаете Уже Смог Достаточно Много Прокопать И Уже Образовалась Даже Маленькая Кошечка Откуда Эти Чудовищные Народы Глядят И Знаками Просят У местного Населения Чтобы Они За Всякие Горные Драгоценности Приносили Им Металлические Кирки И Металлические Всякие Молотки Ну И Население Естественно Несло И В эти Маленькие Дырочки В эту Дырочку Которую Они Уже Прокопали Вот Эти Инструменты Проталкивало Ну И Понятно Что Если Они Без Инструментов Уже Так Сильно Прокопали То Естественно Когда У них Появятся Кирки И Существенно Быстрее Это Было Очень Страшно Потому Что Когда Они Выкопаются Оттуда Должно Начаться Что-то Жуткое И Вот Можете Представить Приходят Кочевники Монголы На Русь И Многие Так И Решили Что Вот Выкопались Наконец Настали Последние Дни И Это Было Конечно Очень Страшно Но Вернемся К Самим Монголам Это Были Нормальные Кочевники Они Переживали Перед Разложения Родового Строя У них Начинают Как и у Славян В свое Время Выделяться Вожди Ханы Найоны У Вождей Появляются Дружинники Нукеры То есть Все Очень Похоже На То Как Это Происходило Славян Образуется Союз Племен Но Разница Только В том Было Что Эти Союзы Племен Были Кочевые И Вот В ходе Образования Этих Союзов Племен Возвышается Один Из Союзов Во Главе Которого Стоял Тот Человек Который Известен Нам Как Чингисхан Но Чингисхан Это Был Его Титул Ну Или Можно Сказать Тронное Имя Его А Вообще Звали Его По Другому Звали Его Тимуджин Или Тимучин Судьба Тимуджина Или Тимучина Она Готовый Материал Для Какого Нибудь Голливудского Фильма И Кстати Фильмы Сняты То Есть Два Фильма Про Чингисхана Есть Наш Отечественный Фильм Но Честно Говоря Я От него Не В восторге Лучше Посмотреть Монгольский Фильм Про Чингисхан Я Надеюсь Вы Понимаете Что Чингисхан Для Монголов Это Буквально Все Потому Что Это Человек Который Единственный Наверное Всемирно Известный Монгол И Поэтому Они Буквально Боготворят И Поэтому Фильм Получился У них Наверное Для Монголов Он Чрезвычайно Интересный Остальным Скучновато Но Все равно Посмотреть Можно Там Все Снято Очень Красиво Единственное Только Что Он Чем-то По Своему Киноязыку Напоминает Индийские Фильмы Разве Что Там Не Поют Но Там Тоже Когда Персонаж Стареет Ему Вместо Черной Бородки Просто Приклеивают Беленькую А Больше Ничего Не Меняется Все Дальше Происходит Точно Так же Как И Было Звали Этого Человека Тимуджин Или Тимудчин И Родился Он В семье В общем Довольно Знатной Это Была Семья Вождя Самостоятельного Племени Исугея Богатора И Имя Свое Чингисхан Будущий Тимуджин Получил Тоже В общем Довольно Своеобразно То есть Его Отец Победил В противоборстве Противника И Перед тем Как его Добить Спросил Твое Имя Как Тот Сказал Тимуджин Ну И Отдавая Должное Его Отдавая Должное Мужество Своего Врага Ясугея Богатур Пообещал Назвать В честь Него Сына И Обещание Свое Выполнил Когда Тимуджин Родился У него В руке По легенде Нашли Спекшиеся Спекшиеся Комочек Крови И Это Было Воспринято Как Знак Что Он Проживет Очень Боевую Жизнь И Будет Великим Полководцем Но И Много Горя Окружающим Принесет Но И В общем Как вы Понимаете Это Пророчество Сбылось Между Тем Рос Тимуджин Но Довольно Рано Лишился Отца Его Отец Ясугея Богатур Был Отравлен При Визите В соседнее Племя И Остался В общем Маленький Тимуджин С Мамой И Братьями Их Племя От них Разбежалось Разбежалось Племя То есть Остались Они В общем-то Одни А это Было Довольно Страшно Потому Что Такое Небольшое Кочевье Которое Состоит Из женщин И детей И то В небольшом Количестве Оно Конечно Было Очень Уязвимо При том Что На землю Сугая Богатуры Претендовали Другие Люди И они Понимая Что Тимуджин Будет Наследником Они Пытались Его Извести И даже Один Раз Поймали Но Вот Тут Уже В детстве Тимуджин Проявил Редкое Самообладание Его Заковали В колодке И Колодки Эти он Снять Не смог Но Он Тем Не Менее Убежал Прямо В колодках Убежал Понятно Что Далеко Убежать Он Не Смог Но Нашел Какое-то Маленькое Озерцо И В это Озерцо Лег Прямо В воду Вместе С колодками Единственное Что Выставил Наружу Нос И Так Вот Лежал Прятался От Преследователей Причем Когда Преследователь Один Из Преследователей Каких-то Таких Незнатных Кочевников Шел Мимо Этого Озерца Он Чингисхана Увидел Ну Не Чингисхана Тимуджина Тогда еще Он Тимуджина Увидел Но То ли Сжалился То ли Какое-то Чутье Ему Подсказало Он Его Выдавать Не стал То есть Он Ходил Смотрел Будто Где Тут Чего Да И Демонстративно Специально Ходил Там Чтобы Все Знали Чтобы Больше Никто Не Пришел Чтобы Вот Это Место Исследовало Походил Походил И Ушел Потом Он Помог Тимуджину Не Сразу Правда Сначала Может быть Мысль О верности Господина На некоторое Время Смутила Но Все-таки В итоге Он Тимуджину Помог Он Освободил От Колодок Дал Ему Коня И Мальчик Этого Человека И У Него Были Четыре Главных Дружинника Четыре Главных Полководца И Вот Один Из Них Был Сыном Того Незнатного Кочевника Который Ему Помог То есть Он И Благодарным Умел Быть И Выдержанным И Очень Жестким То есть Когда Против него Выступили Его Братья Он Немилосердно Брата Убил То есть Он Не Терпел Совершенно Никакого Противоречия Ну И Вот Этот Набор Качеств То есть Во-первых Жесткость Исключительно Соединенная С самообладанием Железная Оно В общем Ему Помогло Добиться Успеха То есть Постепенно Его Орда Становилась Все Больше И Больше Когда Он Набрал Достаточно Сил Он Начал Покорять Соседние Племена Вот Я уже Сказал Что Он Уничтожил Татар Поскольку Они Были Главными Врагами Ну И Продемонстрировав Всем Свои Прекрасные Качества Он В конце Концов Добился Того Опять же Сразив Все Своих Врагов И Соперников Что Монголы Подняли Его На Белом Войлоке И Вот С этого Момента 1206 Года Чингисхан Стал Чингисханом То есть Он Получил Этот Титул Который С Монгольского Переводился Переводится Как-то По-разному То есть Там Ну Общий Смысл Что Хан Великий Как Океан Откуда Монголы Что Могли Знать Про Океан Который Находился От них Довольно Далеко Непонятно То есть Может Быть Это Была Какая-то Китайская Традиция Сложно Сказать Но Так Или Иначе Появился Вот Этот Титул И Начал Чингисхан Свои Завоевательные Походы Первой Страной Которая Пала Под Его Саблей Был Китай То есть Китай Для Монголов Было Примерно То Самое Что Для Русских Князей Византия То есть Южный Сосед Богатый Надменный Вызывающий Одновременно И желание Подражать И желание Побить Ну У русских Князей Это желание Тоже Неоднократно Реализовалось Побить Византию Но они Все-таки Захватить Окончательно Не смогли А вот Чингисхану Удалось То есть Они Довольно Быстро Захватили Китай И не Помогла Китаю Не Великая Китайская Стена Ни кунг-фу Ни ушу Ничего Не помогло Довольно Быстро Они Все это Проломили Захватили Хан-Балы Будущий Пекин И Свергли Династию Династию Китайских Императоров Основав Свою Династию В этом Смысле Как вы Понимаете Руси Повезло Больше Чем Китаю Потому что Русь Сохранила Свою Династию И Собственно Сама-то Русь Монголов Интересовала Не очень Сильно То есть Они Просто Где-то там Рядом Существовали Китай Был захвачен Но Надо Сказать Что Китай Уступив Монголам По силе Оружия Тем не менее Смог победить Их Силой Культуры Потому что Довольно Быстро Монголы Китайзировались То есть Они Переняли Китайские Обычаи Надели Все эти Китайские Одежды Перешли На китайскую Письменность То есть Династия Юань Она В общем Так Стала Вполне Себе Китайской Но Это Произошло Конечно Не сразу То есть Поначалу Это были Тоже Нормальные Такие Кочевые Монголы Другой Человек Захватив Китай Наверное Жил И радовался Да Больше Ничего Не желая На этом Свете Но Не Чингисхан Войско Его Да Я О чем Существенно Забыл Сказать Почему Чингисхану Удалось Так Ну Достаточно Легко Захватить Китай И подчинить Всех Своих Кочевых Соседей Это Было Результатом Во многом Его Реформ Которую Он провел Во-первых Он Разделил Всех Монголов На Десятки Сотни Тысячи И тьмы То есть Десятки Тысяч Зачем Он Это Сделал Надо Сказать Что У Монголов Были Еще Очень Сильны Пережитки Родового Строя А Родовой Строй Это Всегда Какое-то Такое Немирное Существование Потому что Существует Кровная Месть Существует Межплеменная Неприязнь И Чингисхану Нужно Было Со всем Этим Справиться Так вот Он Так Организовал Эти десятки Сотни Тысяч И тьмы Что В один Десяток Попадали Люди Из разных Родов При этом Дисциплина Была Самая Жесткая То есть Там Если Бежал Один Человек Казнили Весь Десяток А если Бежал Десяток Казнили Сотни То есть Тут Уже Было Не Забаловать То есть Им Приходилось Так Иначе Друг Друга Поддерживать Потому что От Каждого От Жизни Каждого От Смелости Каждого Зависела Жизнь Целого Десятка Кроме Того Монголы Были Опять По Войсковому Принципу Разделены На Левое Крыло Правое Крыло И Центр То есть Весь Монгольский Народ Был Превращен В одно Большое Монгольское Войско Кроме Прочего Еще и Очень Мобильное Потому что Монголы Были Признанными Наездниками Они Могли Скакать На лошади Целыми Сутками Почти Не связая То есть Там Было Много Ухищрений То есть Был Например Такое Блюдо Кусок Мяса Они Подкладывали Под седло И Во время Скачки Они Отбивали И могли Тут же Его и съесть То есть Монгол И лошадь Монгол Это почти Такое Единство Почти Кентавр И поэтому Они могли Очень быстро Преодолевать Грандиозное Расстояние И нападать Совершенно Неожиданно Кроме Того Издал Чингисхан Ясу Свод Законов Который До нас Дошел Благодаря Тому Что Об этой Ясе Писали Вездесущие Тогда Арабские Путешественники Ясе Ясе Выглядит Документом Весьма Жестоким На взгляд Современного Человека Там В русской Правде Там За все Один Штраф Других Наказаний Кроме Штрафа Нел А В Ясе Тоже Один Только Тип Наказаний За все Практически Смертная Казнь На первый Взгляд Кажется Что Это Очень Жестоко Но Тут же Нужно Понимать Что Другого Наказания Монголы Просто себе Не могли Позволить То есть В тюрьму Как вы понимаете Посадить нельзя Потому что Они Кочевники Штраф Наложить Тоже нельзя Потому что Нет у них Пока еще денег Ну Можно Наверное Пороть Но Вот Они Решили Полумерами Не ограничиваться Поэтому Они Не пороли А казнили При этом Некоторые Даже Такая Может быть Извращенная Но Некоторый Гуманизм В этой Ясе Был То есть Например Под страхом Смертной Казни Было Запрещено Бросать Путника В степи То есть Если Где-то Какой-то Путник В степи Терпел Бедствие Каждый Монгол Должен Был Ему Помочь Иначе По Ясе Он Преследовался Смертью То есть И вот Эта Социальная Организация Она оказалась Чрезвычайно Продуктивной Потому что Причем Чингисхан Он ведь Никакого Не имел Там Не знаю Образования По-видимому Он был Даже Неграмотный Но Вот При этом Интуитивно Чувствовал И Выбирал Верные Управленческие Решения И так Китай Был захвачен И В 1219 Году Монголы Приняли Решение О проведении Нового Грандиозного Похода Я Вообще Всегда Сравниваю Монголов С Акулой Ну Вы знаете Наверное Что Акула Это Рыба Но Рыба В своем Роде Уникальная То есть У ней Есть Жабры Но Жабры У нее Без Без Мускулов То есть Это Просто Дырочки И Поэтому Чтобы Дышать Акула Должна Постоянно Плыть То есть Именно Так Фильтруется Вода И В ее Жабра Если Ее Посадить В Такой Сидят Карпы Она Там Задохнется Поэтому Аквариум Для Акулы Это Всегда Место Где Можно Движение Вот Я Видели Наверное В зоопарке Там Был Аквариум Для Маленькой Акулы Он Там Круговой То есть Она Как Не Посмотришь Все Время Плывет Именно Для Того Чтобы Не Задохнуться Вот И Монголу Также То есть Когда Они Были В Походе Когда Они Совершали Какие То Свои Набеги Они Чувствовали Себя Нормально Но Когда Они Дошли До Пределов Своей Всего Материка То есть Дальше Было Двигаться Некуда Вот Тут В их Обществе Начали Возникать Один С Другим Кризис Но В Эпоху Чингисхана Простор Еще Лежал Широкий Идти Можно Было Далеко Ну Там На Восток Там Двигаться Было Уже Некуда И Поэтому Они Понятным Образом Двинулись На Запад Это Был Первый Большой Западный Поход В ходе Которого Монголы Впервые Затронули И Русь В том числе Правда До Руси Они Не дошли Они Начали Воевать То есть Они Там Погромили Среднеазиатские Государства И Продвинулись До Половецких Степей И Стали Воевать С Половцами Поскольку Половецкая Степь Она И для Них Тоже Прекрасно Подходила Половцы Как вы Помните Были Какое-то Время Злейшими Врагами Руси Но К началу 13 века Из Врагов Они Превратились Уже По сути Дела В Добрых Соседей И Поэтому Когда Они Столкнулись С Таким Вот Нападением Они Обратились К русским Князьям За помощью В борьбе Против Нового Неизведанного Противника А именно Хан Катян Обратился К Своему Зятю Князю Князю Мстиславу Мстиславовичу Удатному С тем Чтобы Князь Помог Ну и Мстислав Мстислав Удатный В тот момент Князь Галицкий Он Обратился К другим Русским Князьям С предложением Помочь Половецким Товарищам В их Неравной Борьбе С каким-то Там Непонятным Противником Был собран Княжеский Съезд Которым Поучаствовали Помимо Мстислава Удатного Еще Мстислав Киевский И То есть Это было Время Когда было Очень модное Имя Мстислав Поэтому Там Половина Князей Звали Мстиславами Вот Собрались Мстиславы С некоторым Включением Других Князей И Решили Что Надо Ити Помогать И Вот Значит Они Собрались Двинулись А надо Сказать Что У монголов Было Очень Хорошо Поставлено Дело Разведки Этому Они Видимо Научились У китайцев Они Вообще Все Что Полезное Было У завоеванных Народов Всему Они Хорошо Учились И Вот Они Узнали Что Русские Князья Идут Помогать Половцам И Направили К ним Посольство Такое В общем Довольно Мирное С мирными Во всяком Случай Словами Хотя Сложно Сказать Можно Было Им Верить Или Нет Но Как Передает Их Летописец Слова Были Достаточно Мирные Они Говорили Что Мы Пришли Покорять Конюхов Наших Половцев А Вам Русские Князья В этом Нашем Семейном Степно Конфликте Делать В общем Нечего Но Русские Князья Видимо С подачи Половцев Они Этих Послов Убили Что В общем Было Конечно Ну Ну Некрасиво Потому что Это были Парламентеры Тем более Которые Предлагали Не Не Конфликтовать Поэтому Скажем Гумилев Считает Что Это убийство Во многом Стало причиной Такой Жесткой Конфронтации С монголами Ну Тут Можно Конечно Доверять Гумилеву Можно Не Доверять Сложно Сказать Прав ли Он Был Но То Что Убийство Имело Место Это Факт Да Причем Когда Произошло Вот Это Первая Столкновение То есть Первое Знакомство За ним Последовало Первое Столкновение И Русским Войскам Удалось Разгромить Пару Таких Авангардных Отрядов Монгольских И От этого У них Возникло Превратное Представление О Силе Монгольской Армии Как сказано В летописи Они решили Что Это Народ Простой Хуже Половцев И Так То Они Расслабились Потому что С Половцами Недавно И успешно Сражались И шли Уже Дальше Раздумывая Не столько О том Как они Будут Громить Неизвестного Противника Сколько О том Как они Будут Делить Добычу Кто Вступит В битву Первым Кто Вступит Последним Все Конечно Хотели Вступить Последними В битву Потому что Последний Лучше всего Сохраняет Свои войска Больше всего Получает Добычу То есть Заняты Были Категорически Не тем Чем Заниматься Следовало И вот Наконец Произошла Битва 31 мая 1223 года Битва На реке Калки Монгольскими Войсками Командовал Даже не сам Чингисхан Монгольскими Войсками Командовали Полководцы СУБД ИДЖБ Ну а Русскими Войсками Командовал Ну то есть Они по большому счету Единого командования Не имели Поскольку Был там Конечно В войске Великий князь Мстислав Киевский Но Его авторитета Ни на что Уже не хватало Потому что Русь переживала Перед раздробленности И Он В общем Никакого Общего Руководства Битвы Не осуществлял Единственное На что Хватило Его авторитета На то Чтобы действительно Не вступать в бой Сначала И он Начал Обустраивать Укрепленный лагерь На берегу реки Укрепленный В каком смысле То есть Понятно что Войско шло С обозом И вот Обозные Кибитки Видимо поставили В круг Там может быть Сделали какой-то Вал с рвом И вот в этом Импровизированном Укреплении Они засели Началась битва И в этой битве Очень скоро Стало понятно Что Проигрывает Русское войско Пришлось Отступить Вот те Кстати Князья Которые В битву Вступили Они Многие Из них Уцелели То есть Уцелел Мстислав Мстиславич Удатный Уцелел Данил Романович Галецкий Уцелел А вот Мстиславу Киевскому Ему не повезло Потому что Когда битва Закончилась Монголы Войско Монголы Лагерь Вот этот Окружили И Началась Осада В общем Конечно Монголы Они бы Мстислава В этом Лагере Скорее всего Уморили бы Ну или Могли Штурму Взять Но Не восточной Традиции Было Тратить Силы Там Где Можно Было Зять Хитростью Они Предложили Мстиславу Почетную Сдачу С оружием Поскольку Вариантов У Мстислава Не было Он Лагерь Открыл Они Стали Выходить И тут Монголы Ударили По Вот этому Осколку Русского Войска И разгромили Его Князья Были Взяты И Полководцы Монгольские Положили Их На дно Юрты Настелили Дощатый Настил И Справили Пир В честь Победы Ну а Князья Под этим Настилом Видимо Были Задавлены Задохнулись В общем Погибли Плохой Смертью Что В общем Было Конечно Ими Заслужено Потому что Нужно Было Действовать Согласованно И думать Прежде всего О деле А не О добыче Ну Князей Все равно Жалко Поскольку Они были Как бы Наши Да Но После Вот этого Чудовищного Разгрома Который Пережила Русь В битве На Калке Она Получила Передышку То есть Русские Войска Ушли Домой А монголы Не стали Их Преследовать Они Повернулись И ушли Обратно В степь Пережив Еще там Столкновение С волжскими Болгарами И У Руси Появилась Возможность Как-то Более-менее Осмыслить Произошедшее И подготовиться К новым Нападениям Но Русь Этой Передышкой Никак Не воспользовалась Как шла Междуусобная Война Так она В общем И продолжилась Между тем В 1227 Году Умер Чингисхан В возрасте Уже Приличном И умирая Он разделил Всю свою Эту Грандиозную Империю Которая Простиралась Практически На всю Евразию Разделил Он ее Между Своими Детьми Причем Часть Которая Ближе Всего Была К Руси То есть Это Западная Сибирь Досталась Старшему Сыну Чингисхана Которого Звали Джучи Причем Вот эта Западная Часть Империи Она была Самая Плохая Там не было Ни Богатых Городов Ни Торговых Путей Не было Там Ничего Приятного Для Монголов И вот Тем не менее Досталась Она Старшему Сыну А все Самые Аппетитные Части То есть Сама Монголия Китай Достались Его Младшим Детям Ученые Тоже Долго Гадали Отчего Так Оно Произошло Почему Чингисхан Вдруг Дал Самый Худший Кусок Старшему Сыну Сыну Джучи Была Выдвинута Такая Мелодраматическая Версия Что Когда Чингисхан Был Еще Очень Юн А Обручили Его С его Женой Бархе Когда Ем Было Еще По 9-10 Лет Так Вот Когда Он Еще Был Очень Юн И Слаб Бархе Попала В Плен К Врагам И Там В плену Прожила 6 Месяцев А Потом Чингисхан Ее Отвоевал Обратно И Еще Через Три Она Родила Джучи Из Чего Можно Заключать Что Не Факт Что Джучи Был Действительно Сыном Самого Чингисхана Дескать Может Чингисхан Не Считал Его Своим Ребенком Но Эта Версия Была Впоследствии Опровергнута Поскольку Стало Понятно Что По ходу Жизни Чингисхан Никак Своего Недоверия Джучи Не Проявлял То есть Он Ему Поручал Самые Ответственные Задания То есть Джучи Руководил Крупными Военными Соединениями То есть Незаметно Никакого Особого Подозрительности Никакой Со стороны Чингисхана Правда Там Был Такой Момент Что Кончиной Они Поссорились Но Сора Есть Сора То есть Это Не то Что Какое-то Системное Недоверие И Поэтому Была Предложена Другая Версия Так Вот В чем И мне кажется Эта версия Более Остроумная А Поэтому Более Научная Версия Такая Штука В том Что Монголы Они Их Вообще Как бы Правила Наследования От Европейских Довольно Серьезно Отличались Они Исходили Из Того Что Старший Сын Находится В Привилегированном Положении Потому Что Старшему Сыну Отец Помогает Обзавестись Юртой Старшему Сыну Отец Помогает Обзавестись Своим Стадом А Вот Младший Сын Он Оказывается В таком Уязвимом Положении Потому Что Может Расти И Взрослеть Уже Тогда Когда Отец Либо Стар Либо Вообще Уже Умер Или Погиб По тем Жестоким Средневековым Временам Такое Случалось Нередко И Поэтому Отцовское Стадо И Отцовское Юрта Доставались Именно Младшему И Возможно Держава Чингисхана Она Вот Именно По такому Принципу И была Разделена То есть Все самое Лучшее Было Отдано Младшему А Старшему Был Дан Улуз То есть Удел Который Мог Служить Разве Что Плацдармом Для дальнейшего Продвижения На запад А сам Никакой Самостоятельной Ценности Не имел То есть Это было Как бы Такое Приглашение К дальнейшему Завоеванию Но Джучи Он Ненамного Пережил Отца Если Вообще Пережил Потому Что Он Погиб В том же Самом 1227 Году Согласно Сокровенному Сказанию Монгол И Поэтому Престол Вот Этого Улуса Джучи Перешел К внуку Чингисхана Которого Звали Бату Хан И Который В нашей Летописной Традиции Именуется Батый 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 Был Хотя Внуком Чингисхана Но Тем не менее Уже Весьма Авторитетным Военачальником И Он Как раз Воспринял Вот этот Улус В качестве Плацдарма Он Собрал Курултай В 1235 Году Собрал Туда Своих Всех Родственников Чингизидов И Предложил Сходить В поход Это не был Поход Непосредственно На Русь Русь Значилась Только в качестве Одной Из многих Целей И Далеко Не первой То есть На первом Плане У них Были Степи То есть Им нужны были Половецкие Степи Поскольку Слово С делом Монголов Сильно Не расходилось Они Довольно Быстро Собрались Да И Двинулись На запад Шли Они Двумя Большими Потоками Одни Шли По Половецким Степям А другие Напали На Русь То есть На Русь Нападал Именно Баты Чингисхан На Русь Не ходил То есть Было Столкновение Накалки И то Не при Участии Самого Чингисхана А теперь Действительно Шло Нашествие На Русь И первой На пути Монгольского Войска Встретилось Пограничное С ними Рязанское Княжество И вот О том Как была Завоевана Рязань Рассказывает Во-первых Летопись А во-вторых Специальное Произведение Повесть Разорения Рязани Батын Это одно Из первых Произведений В цикле Ну вот Так называем Монгольских Произведений Да Произведений Рассказывавших О Монголо-Тарском Нашествии Там все Довольно Подробно Рассказано И довольно Своеобразные Акценты Расставлены То есть Батын Приходит И в общем-то Поняв Пережив Военное Поражение Рязанские Князья В общем-то Даже уже Практически Готовы Ему Подчиниться Тем более Что Великий Князь Владимирский Юрий Всеволодич Он Помогать Рязанцам Отказался И вот Приходят Посылают Они К Батыю Младшего Князя Федора Юрьевича Федор Юрьевич Привозит Батыю Многочисленные Подарки Кланяется Выражает Готовность Проявить Покорность Чтобы Уберечь Землю Свою От разорения И все Уже Почти Идет Хорошо Но тут Подключаются К делу Злые Советники Злые Советники Батыя Они ему На ухо Шепчут Что у Федора Молодого Князя Красивая Жена И Батый Ему Говорит Хорошо Молодец Подарки Принес Но вот Еще Пожалуйста Жену Свою Принеси И Проблем Не будет Подарки Федору Было Не жалко А жену Он Как-то Что-то Оказался Не готов Отдать И Там Федор Произносит Речь Гля Говорит Не дам Жену Что сначала Вы Нас Захватите Потом И с женами Нашими Будете Баты Говорит Ладно Захватить Так захватить И начинаются Боевые действия В ходе которых Гибнет Рязань Гибнет Рязанское Княжество Гибнут Практически Все Рязанские Князья И Уже Баты Пройдя Насквозь Рязанскую Землю Идет Дальше И тут В сказании В повести О разорении Рязани Баты Появляется Евпатий Коловрат Евпатий Коловрат Тризанский Дружинник Который В момент Нашествия Был В отсутствии Ездил В Чернигов И вот Он возвращается И видит Что вся Рязань Сожжена Что все Князья Убиты Только Был с ним Который Князь был С ним Остался Ингварь Ингваревич Да Все остальные Мертвы И он С небольшим Отрядом В 1700 Человек Бросается В догонку За Батыем И начинает С ним Биться Эта Битва Описана Такими Я бы Сказал Эпическими Красками Да То есть Там Говорится Что Один Бился С тысяч А двое С С десятью Тысяч Ну И Вы знаете Конечно Что относительно Недавно Вышел На экраны Фильм Про Евпатия Который Почему-то У людей В истории Плохо Разбирающихся Вызвал Огромное Количество Замечаний Что То Там Не то Это Не это На самом деле Я посмотрел Этот фильм Мне понравилось Понятно Что там Очень много Преувеличений Но нужно Понимать Что Произведение По которому Этот фильм Снят Оно Не просто Сухое Там Изложение Исторических Событий Это именно Эпическое Произведение С огромным Количеством Преувеличений Тоже Поэтому Как вот Языком Кино Передать Что Один человек Сражался С тысячей Чтобы При этом Не вышло Глупо Как в Китайском Каком-нибудь Боевике Мне кажется Они смогли Вот этот Именно Былинный Дух Произведения Передать Максимально Хорошо Поэтому Лично Я Везде Писал И говорил Что На мой взгляд Фильм Хорош И Придираться К мелким Историческим Деталям Не нужно Потому что Основа Литературная Специфическая Очень Нужно Прочитать Сначала Произведение Чтобы Оценивать Так вот Батый Был Удивлен Этим Воином Пытался Его Как-то Поставить На службу Себе Пригласить Отправил Беседовать С ним Своего Родственника Хоставрула Но Евпатий Разрубил Его Пополам От шеи До седла То есть На переговоры Не пошел И по повести Его Смогли Победить Только Используя Стенобитные Орудия Что тоже Как вы понимаете Такое Эпическое Преувеличение Да Ну что там Как человек Можно стенобитными Орудиями Бить Ну и В фильме Кстати Это хорошо Было Насколько Можно Было Это Обыграть Так Так вот Евпатий Гибнет Но На сторону Батыя Не Переходит Ну и Понятно Что Понятно Что И спасти Рязань У него Конечно Тоже Не Получилось И И вот Эта Тема Тема Героической Гибели Она Стала По сути Дело Основной Древнерусской Литературе Того Времени Я Думаю Что Это Понятный Психологический Эффект Потому Что Ну Кто Когда Дрался С кем Нем И Получал По Мордасам Да Тут Знают Что Когда Человек Идет Побитый Он Ищет Себе Хоть Какого То Морального Оправдания Ну И Какое Тут Может Быть Оправдание То Что Что А Я Не Испугался То То Я Не Не Побежал Я Как Бы Выстоял Ну Проиграл Да Но Во Всяком Случа Я Не Трус То Сей Вот Древнерусская Литература Того Периода Она Вся Примерно В таком Духе Выдерживается Я Еще Позже Скажу Еще Там О Нецких Произведениях В том же Духе Написано Так Вот Рязанским Князьям Владимирский Князь Помогать Отказался Думая Что Это Не Его Проблема Но Проблема Дошла И До 238 Году На Которой Этот Князь Юрий Всеволодович Погиб И Так Вот Один За Другим Сдавались Русские Города Кто Долго Сопротивлялся Как Например Жители Козельска Кто То Недолго Монголы Действовали Очень Рационально Они Сжигали Те Города Где Оказывали Сопротивление Где Не Оказывали Они Проходили Мир И В конце Концов В конце Концов Они Прошли Всю Рус На Сквозь И Вышли Западную Европу Там Они С тем Же Успехом Громили Поляков Венгров Потом Батый Повернул К югу Вышел Побережье Адриатического Моря В Европе Меж тем Воцарилась Паника Потому Что Туда Бежали Перебежчики Из Руси И Рассказывали Всякую Жуть То есть Они Рассказывали Нашествие Монголов Примерно Так Как У Толкина Написано Нашествие Орков Что Это Как бы Даже И не Люди Чудовище Чудовище Идут Свостока Чудовище Свостока Это Конечно Сегда Страшно И Сохранилась Переписка Между Европейскими Монархами Где Они Размышляли Что делать Вообще То есть Как Быть Но Их В общем Это Участь Миновало Миновало По Нескольким Видимо Причинам Первая Причина Заключалась В том Что Опять же Вот у Монголов Была Хорошая Разведка И Они Знали Что Если Русь Раздроблена То У Европейцев Есть Организующая Сила В лице Папской Власти Папской Курии И Папа Способен Организовать Консолидированное Сопротивление Как он Организовывал В свое Время Крестовые Походы То есть Собрать Всех Рыцарь Английских Французских Немецких И Двинуть В Одно Направление Кроме Того Они Понимали Что Европа Застроена Каменными Замками И Рыцарская Конница Это Серьезная Сила Они Бы Скорее Всего Их Преодолели Они Были Преодолели Потому Что Они Преодолевали Сражались Европейцам И Побеждали Но Они Понимали Что Это Будет Непросто А Самое Главное Что Это Будет Зря Потому Что Ничего Особенно Интересного Для Для Кочевников В Европе Не Было То Степей Там Не Было То Кочевать Там Негде И Взвесив Про Контра Видимо Баты Решил Что Туда Соваться Смысла Нет И Так Вот Постояв На берегу Атриотического Моря Он Повернулся И Ушел Обратно Но Не Совсем Обратно Остановился В Половецких Степях И Образовал Там Государство Которое Мы Теперь Именуем Золотой Ордой Но Золотой Она Стала Именоваться Уже Довольно Поздних Памятниках То есть Золотой Она Именовалась Уже Тогда Когда Русь Собственно Зависимость Сверху А тогда Просто Называлась Ордой В русских Памятниках Просто Орда И все Там Была Обоснована Столица Сарай Бату В низових Волги И туда Поехали Русские Князья Для того Чтобы Поклониться Батыю И признать Своё Подчинённое Состояние То есть Это был Как раз Один из Важных Этапов Установления Монголо-Татарского Ига Съездил туда Новый Великий Князь Ярослав Селудич Младший Брат Юрия Получил Ярлык На Великое Княжение Ну и Все Князья Более-менее Отметились Ну и Практически Всех Баты Пожаловал Кроме Кроме Одного Наверное Их был Не один Но все-таки Наиболее Известный Был Михаил Черниговский Это тот Князь Который Поехал Было К Батыю Но В конечном Итоге Подчиняться Ему не стал Он был Убит Убит То есть Погиб Мученической Смертью Поэтому Канонизирован Русской Церковью Как Святой И написано Его Житие И в Житие Все Довольно Подробно Изложено Он Поехал К Батыю С мыслью Тоже Как все Остальные Князья Получить Ярлык На собственные Княжения Но И был готов Все это сделать Но Выяснилось Что прежде Чем Пройти К Батыю Нужно Пройти Очистительный Языческий Обряд Как Это Он Описан В Житии Нужно Пройти Мимо Двух Огней И поклониться Какому-то Кусту Ну Видимо Это В русском Восприятии Был Куст Ну Наверное Какой-то Идол Были Даже Специальные Исследования Где Пытались Понять Почему Кусту То есть Сравнивали С традициями Монголов Правда Результатов Я не помню Сравнение Помню Что Есть Такая Была Работа Что Что Там Какой-то Рациональный Смысл В этом Был Так Вот И Тоже Михаил Черниговский В принципе Был Готов Но Был При нем Священник Который Сказал Ну Как Ты Правослово Ну Ты же Православный Человек Что Ты Будешь Кому-то Кусту Кланяться И Михаил Черниговский Подумал А И В самом Деле Чуть Я Буду Кусту Кланяться И Обратился К Батыю С Такой Речью Что Тебе Царь Я Кланяюсь Тут Все Понятно Победил Ничего Не Попишешь Тебе Кланяюсь А Кусту Кланяться Не Убить Михаила Черниговского Причем Убили его Там Довольно Жутко Ему Стали Пинать В грудь И Пинали До тех пор Пока Он Не Умер После Чего Его Бездыханное Тело Было Выброшено В степь Где Его Не трогал Ни зверя Ни птица Она Сохранилась Нетленным И Вот Тот Самый Поп Который Сподвиг Его На сопротивление Он Это Тело Взял И Увез Домой В город Чернигов Где Михаил Был Торжественно Похоронен И В общем Потом Прославлен Как Святой Но Это Было Исключение То есть В основном Русские Князья Видя Что Произошло Видя Сколько Их Родственников Погибло Видя Сколько Погибло Городов Видя Сколько Погибло Бояр И Бояр То есть Практически Все Боярские Роды Которые Существовали После Монгольского Нашествия Это Были Новые Боярские Роды То есть Все Прежние Боярские Роды Которые До Монгольского Нашествия Были Они Все Пресеклись То есть Все Монгольские Бояре Они Свой Воинский Долг Выполнили До Конца Они Все Погибли Ну И Очень Много Князей Погибло Ну И Видя Все Вот Это Они Понимали Что За ним Закрепился Титул Царь Как Титул Который По умолчанию Был Выше Княжеского Так вот После того Как русские Князья Выразили Свою Покорность Монголы Ну Покорность Монголы Конечно Интересовала Но В такой Скажем Утилитарной Клоскости Да То есть Им надо было Не просто Покорно Да Не то чтобы Они кланялись Им нужна Была дань То есть Они на это Дело Смотрели Довольно Чтобы дань Собирать Они отправили На Русь Численников То есть Провели Перепись Населения Чтобы примерно Знать С какой земли Сколько Можно Чего Требовать И Ну Вот Те земли Которые Пережили Монгольское Нашествие Они 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 Принимали Численников И спокойно Относились Что Пока Только Пересчитывают Но Не Бьют Но Очень Сильно Против Переписи Населения Выступили Новгородцы Потому Что По Древнерусской Такой Ну Вере По Древнерусскому Убеждению Пересчитывание Людей Это Грех А Они Не Видели Кто Такие Монголы То есть Это Мы Сейчас Знаем Что Происходит В Париже Как Там Бьют Людей Мы Видим Как Бомбят Людей В серии А у Них То В жизни Ничего Не Поменялось А у Них Не Был Телевизор У Них Не Был Газет Они Жили Как Жили И Вдруг Приходят Какие Люди Давай Пересчитывать Они Готовы Были Забунтоваться С Какой Стати Что Это За Люди Таких Почему Нас Пересчитывают Да Еще Собираются Деньги С нас Какие Брать Но Их Князь Александр Невский Он То Видел Что Вообще И Как Он То Знал Чем Это Все Пахнет И Он Новгородцев Утихомирил Он Объяснил Что Не Надо Вот Сейчас Бунтовать За Вот Эту Миролюбивую По Отношению К Орде Политику Как Только Александра Невского Теперь Не Склоняют И Трусом Он Называют И Предателем Сравнивают С Генералом Власов Иногда Даже Но Все Это На Мой Взгляд Тоже Совершенно Пустые Вещи Потому Что Трусом Он Точно Не Был И Те Битвы В Которых Он Участвовал Лично И То Как Он Участвовал Показывает Что Он Был Человек Большой Личной Храбрости А Что Касается Орды То В тот Момент Он Был Новгородским Князем Чего Был Он Добился Если Был Сказал Ну Давайте Убьем Этих Численников Давайте Грохнем Этого Баскака Он Был Втравил Новгородцев В Войну В Которую Они Точно Проиграли Потому Что Вся Русь Лежала В Руинах Если Вся Русь Лежит В Руинах То Что Может В Этой Постарался Уберечь Своё Население От Военного Разгрома Кроме Того Он Уберег Новгородцев Еще От Того Чтобы Выплачивать Монголам Дань Людьми Потому Что Монголы Помимо Того Что Они Брали Дань Серебром Они Брали Дань Людьми А Людям Зачем Были Потому Что Они Всегда Когда Наступали На Новой Территории Они Перед Своим Войском Ставили Войско Из Покоренных Народов И Это Войско Которое Стояло Перед Основным Монгольским Войском Оно Все Было Обречено На Погибель Потому Что Понятно Что Они Подневольные Люди Им Как Щитом Прикрывались Они Стреляли Из Лук Махали Бестолковым Мечами Но Когда Противник Утомлялся Истребляя Подневольных В этот Момент Выскакивали Уже Настоящие Монгольские Войска Начали Крушить То есть Люди Требовались Монголам Даже Не для Работы А именно Для того Чтобы Служить Пушечным Мясом И вот Чтобы Не дать Александр Невский Специально Едет В Орду Причем Не Не В Ближнюю Орду Не в Сарайбату Он едет В Монголию И там Он Дипломатическими Способами Добивается Того Что Людей Из Новгорода Не забирают И Называть Его После этого Предателем Просто Мне кажется Бестолковая Глупость Причем Он В этой Поездке Сам Пострадал То есть Собственно Как он Умер Он возвращался Из Монголии В конечном итоге Он же конечно Был в пожилом Ну Таком Подревнерусским Понятием Не молодом Возрасте Но именно Возвращаясь Из Монголии Уже Доехав До Руси В городе Городце Он В конце Концов И Умер То есть Отнюдь не легкая смерть Да То есть Отнюдь не бездельник Он был И отнюдь не предатель Так вот Значит Но возвращаемся К Монголу Так вот Они Пересчитали Население И наложили На Русь Дань И это Можно было Сказать Что это Финальная Фаза Установления Монголо-тарского Ига То есть Монголо-тарское Ига Состояла Из Из покорности Из подчинения Русских Князей Влиянию Монголов И Из выплаты Дани Теперь Надо поговорить О том Какое Значение Имела Монголо-тарское Ига Для Для Истории России Есть Две Полярные Точки Зрения По Первой Точке Зрения Монголы Никакой Существенной Роли В ходе Русской Истории Не сыграли Такой Точке Зрения Придерживалось Большинство Дореволюционных Исследователей И если Возьмите Лекции Ключевского Например Соловьева Они Описывают Нашествия Они Описывают Беды Которые Были Связаны С Разгромом Но Они Показывают Что В общем-то Русь Она Продолжила Те интенции Которые Были Заложены До Монголов То есть Например Переход Столичных Функций От Киева К Владимиру Он Начался Еще До Монголов А при Монголах Он Активизировался Потому что Монголы Киев В 1240 В 1240 Году Полностью Разгромили Но Начало Этого Процесса Было До Потом Укрепляется В северо-восточной Руси Монархическая Власть Княжеская И После Монголов Этот процесс Ускорился Но Начался Он Тоже До То есть В принципе Нашествия Как понимаете Были Везде И воин То есть И в Англии И во Франции Нет Такой Страны Которая Обошлась Без То есть Это была Как бы Втрядовая Война Но Не то Что Что Такое Судьбоносное Другая Точка Зрения Противоположная Точка Зрения Это Точка Зрения Многих Советских Историков Например Академика Тихомирова Или Такого Довольно Интересного Исследователя Каргалова Полного Моего Тезки Вадима Викторовича Каргалова Вот Они Считали Что Монголо Татарское Нашествие Очень Образало Воздействие На Ход Русской Истории То есть Буквально Катастрофическое И Когда я Был Школьником Был Учебник Истории Россия История СССР Под редакцией Рыбакова Там была Помню Как сейчас Фраза Что Оставляя За собой Пепелищ И горы Трупов Полчища Монголо Татар Продвигались Глубь Руси То есть Такая Тоже Эпичная Фраза Причем В Советском Союзе Если помните Там Если кто У кого есть возможность Помнить Если не помните То знаете То учебник Был один На всех Да То есть И когда Какой-нибудь Ребенок В Рязани Читал Это для него Было Ну понятно Да Там Злые Татары Захватили Добрых Русских Ну По 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 Учебнику Учили Дети И В Татарстане Ну То есть Они Открывали Книжку Видели Что Их Там Далекие Дедушки И Бабушки Продвигались Исключительно Полчищами Другими Не ходили С способами Оставляя За собой Капелищи И горы Трупов Что было Конечно На мой взгляд Не очень Хорошо То есть Обидно И неполиткорректно Но Было Такое И вообще Когда советские Историки Начинали писать О монголо-тарских Нашествиях Особенно Вот Каргалов Складывается Ощущение Что он Прямо Сам Лично Страдает От монголо-тарского Нашествия Потому что Очень Эмоциональны Все эти Труды Ну и Склонны Были Люди Еще Современ Карамзина Объяснять Монголо-татарским Нашествиям Такое Технически Бытовое Отставание Нашей страны От запада То есть Когда там Чуть-чуть Не клеилось Не работал Пылесос Или Дороги Были Не очень Хорошие Что вы Хотите У нас Был Монголо-татарский Игорь Мы Спасли Европу От Монголо-татар Теперь Страдаем Но При этом Непонятно Почему татары Тоже страдают Так же Потому что Они-то жили В той же Самой Ситуации Так вот Истина Она Как всегда Лежит Видимо Где-то Посередине То есть Говорить Что совсем Никакого Воздействия На ход Русской Истории Монголы Не оказывали Нельзя Но И прям Драматизировать Тоже Наверное Не стоит Особенно Потому Что Летопись Она Как раз Драматизация Не способствует Там События Баты Безусловно Монголо-татарское Нашествие Сыграло Отрицательную роль В экономическом Смысле То есть Во-первых Это было Разорение И огромное Количество Русских городов Было уничтожено И потом Уже не возродилось Они известны По археологии То есть Видно Что долг жизнь Шла Потом Там Все выжжено Неупокоенные Костяки Да И Слой Никчемной земли Некоторые города Надолго Прекратили свое существование Например Воронеж Был город Воронеж Древней Руси Потом Поскольку Воронеж На границе Степи Находится То есть Его Он Исчез И возродился Только Лет Через 200-300 После этого Когда Русское государство Стало снова Расширяться Некоторые города Не возродились Вовсе То есть Например Рязань То есть Нынешняя Рязань Это не та Рязань Которая была В Древней Руси Это город Который назывался Переслав Рязанский А сама Рязань Она исчезла И на этом месте Сейчас только село Стоит Ну и Археологический комплекс Там Остатки валов Остатки Там Рва Ну естественно Сглажены уже Практически То есть Человек Без специальной Археологической подготовки Там ничего бы и не увидел На этом месте То есть Экономически Да И разорение И И Необходимость Выплачивать дань Играли Отрицательную роль Но не прям такую Чтобы до наших дней Ее чувствовать То есть Это вот на тот момент Было конечно Все плохо Но Так было у многих Народов Опять же Дальше Сыграло Весьма существенную Социальную роль Поскольку Основное Население В домонгольской Руси Это было Население Свободное А здесь Место Что произошло Вот это вот Разорение Оно Привело к тому Что Очень многие Люди Потеряли Источники Дохода То есть Жил например Человек Свободный Общинник Был у него дом Была жена Было поле То есть Был амбар С зерном И вот Налетает Подположим Монгольский отряд Выползает Потом Мужик Из кустов Смотрит Дом сожжен Посевы Потравлены Запасы Уничтожены И что ему делать В такой ситуации Особенно Если Предположим Все уничтожено А дети остались То есть Он не может Пойти на подтяжку Кудавиться В такой ситуации Ему надо О детях Думать И он идет К боярину К богатому человеку А у бояр При всех Там катаклизмах Хотя бы что-то Но останется Да И поступает К нему В зависимые люди То есть Там В закупы В кабальные холопы И поэтому После Монголо-тарского Нашествия Количество Зависимого населения Как считается Вырастает То есть Сначала Люди Маргинализируются А потом Из маргиналов Вернутся В свободное Полноправное Состояние Уже не могут И становятся Кабальными холопами Дальше Момент Важный Демографический Демографические Последствия Заключались в том Что во-первых Числое население Снизилось И произошел Массовый отток Населения С южных районов Руси В районы Северо-восточные Северо-восточные Районы Тоже конечно Подвергались Нашествиям Подвергались Татарским Ратям Но все-таки Чтобы туда Дойти Монголы Татарам Нужно было Специально Идти Случайно Они туда Заехать не могли Скажем Москву Защищала То есть Территория Где Москва Потом возникла Многочисленные Там овраги Речки Леса Это Неприятное Для степняков Пространство Вот А южные районы Руси Они были открыты Для любого Даже самого Случайного Набега И поэтому На некоторое время Они обезлюдили Ну то есть И там Пересеклась Традиция Вот почему Там как бы Древнерусские традиции Исчезли Почему Само название Руси исчезло И потом На этой основе Возникла Украина Именно потому Что Монголы Нанесли Такой удар Что там Зачистили Буквально Территорию На какое-то Время Планок Карпини Проезжал Через Киев А Киев Самый большой Древнерусский Город Он написал Что Там всего Лишь 200 дворов Осталось То есть Киев Это была Маленькая Деревенка В окружении Там Грандиозных Каких-то Развалин Так вот И Последнее Такое Важное Последнее Важное Последствие Это Последствие Политическое Потому Что Как Мы С вами Уже Говорили Домонгольские Русские Земли Имели Вечевой Строй Все Не только Новгород И князю Приходилось Сообразовывать Свою Политику С людьми С народом А если Он что-то Делал плохо То народ Его как Несправившийся Мог и выгнать Теперь же Князьям Приходилось Сообразовывать Своё действие С ордынским Ханом То есть Он давал Инвеституру То есть Он выдавал Ярлы И поэтому Хочешь Не хочешь А с мнением Людей Считаться Больше Не было Никакой возможности Нужно было Угождать Соответственно Хану И это Укрепило Монархическую Составляющую Княжеской Власти Но ещё Начала Эта монархическая Составляющая Укрепляться Ещё до Но с Пришествием Монголов Она укрепилась Уже Основательно Такие Вот были Последствия А теперь Я ещё Хотел Два таких Может быть Факультативных Второстепенных Вопроса Рассмотреть Вопрос о том Я уже Начинал Говорить Как в литературе Древнерусской Было это Смыслом Вот я О двух Важных Произведениях Уже Сказал Повесть Разорения Рязани Батыем И Житей Михаила Черниговского А есть Ещё одно Довольно Своеобразное Произведение Сказание Меркурии Смоленском Тоже Тоже Рассказывающие Юноша Меркурия 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 Но Меркурия 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 Тоже Тоже пытался Поднять Меркурия Меркурия Ещё Один Меркурия Меркурия Русская Княжина Княгиня Прыгнула С храма Потом Татарская Царица Правда Специалисты Говорят Что это Легенда Что Симбике В тот момент Не было В Казани Но Легенда Вполне Характерная И ещё Один Вопрос На мой взгляд Важный Это Кто Такие Современные Татары Как они Какое отношение Имеют К тем Которые Пришли С Батыем Надо Сказать Что это Конечно Тоже Не то же Самое Тем более Что мы Понимаем Что те Татары Себя-то Татарами Не называли В отличии От нынешних Называли Себя Монголами Тоже Много Всяких Версий Но Лично Мне Наиболее Убедительный Кажется Следующим То есть Когда Татары Пришли После Европейского Похода И когда Батый Основал Золотую Орду Это Государство Стало Таким Плавильным Котлом И все Кочевники Которые Оказались Включены В его Орбиту Они Изначальную Свою Идентичность Потеряли Причем В этом Государстве Монголы Оставили Оставили Только Знать А основная Масса Кочевников Это Были Потомки Половцев Ну и Может Какие-то Остатки Небольшие Печенегов Кроме Того Торков И еще Других Тюркских Племен Которые Жили на Территория И Поэтому Монголы Они В этой Тюркской Массе Растворились Язык Монголов Он Тоже Колтайской Семь Относится Но Он Не Тюркский А В этом Государстве Возобладал Именно Тюркский Язык Судя по Всему Кипчакский То есть Половецкий И Поэтому По Современной Лингвистической Системе Татарский Язык Относится Кипчакской Группе Тюркской Языковой Семьи И Вот Они Там Все Перемешались А Поскольку Они Перемешавшись Идентичность Утратили Они Стали Воспринимать Как Самоназвание То Имя Которым Их Именовали Другие То есть Их Другие Именовали Татарами И Они Сами Это Имя Восприняли И Получается Так Что Современные Татары Это Очень Смешанный Народ И Это По Ним Видно Даже В Антропологическом Смысле Они Очень Не Одинаковые Скажем Сибирские Татары В них Гораздо Более Силен Монголоидный Компонент Казанские Татары По Антропологическому Типу Это В массе Своей Такие Европеоиды Слегка Средиземноморского Типа Крымские Татары Они Больше Похожи По Внешности По Укладу На Кавказские Народы Но Тем Не Как Свой Причем Некоторые Близкие Татарам Примина Не Включенные В эту Орбиту Золотой Орды Они Татарами Называться Не Стали Например Башкиры Они Очень Похожи На Татары По Всему По Укладу По Языку Взаимно Понятному Отличаются Фонетически Понятно Когда Человек Говорит По Татарски Когда По Башкирски Но Они Не Татары Между Казанскими Татарами Башкирами Гораздо Больше Общего Чем Казанскими Татарами Сибирскими Татарами Но Вот При Этом Башкиры Это Отдельный Народ То Если Говорить Совсем Огрубляя То Татар Это Потомки Не Столько Монголов Сколько Половцев То Вот Так И Этим Объясняется Их Язык Их Внешность И Многое Другое Ну Вот Вроде Все Я Рассказал Что Хотел На Этом Пожалуй И Закончу Сегодня Спасибо За Внимание